МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совсем недавно после реконструкции в больнице открылась детско-подростковая служба. Вот это сегодня предлагаю обсудить. Если позволите, со статистики начну. Какова она, эта статистика? Сколько детей и подростков нуждается именно в психиатрической помощи? Ну, статистика достаточно размыта. Можно сказать, что, наверное, около 1% населения, в том числе детей и подростков, страдают теми иными психическими расстройствами, психическими заболеваниями. Возрастные рамки какие? Вот та аудитория, с которой вы сталкиваетесь, которую вы лечите при необходимости, это от скольки и до скольки лет? Ну, вообще к нам обращаются пациенты с 1,5-2 лет, но основная категория возрастная – это возраст от 3 до 18 лет, под наблюдением детского врача-психиатра. С 1,5 лет вы сказали минимум. Я вот просто подумал, какие должны быть признаки в таком возрасте, ну и, собственно, когда насторожиться родителям, чтобы уже на помощь звать специалиста, обращаться к специалисту? Вообще существуют периоды развития, и в определённый период у ребёнка появляются те или иные навыки, и отслеживая их появление или задержку появления этих навыков, мы можем уже говорить о том, что ребёнок задерживается в развитии или развитие идёт каким-то своим особым путём. Ну, например, в год ребёнок должен начать ходить, говорить первые слова, в 2 годика должна появиться фразовая речь, формируются навыки опрятности, когда ребёнок научился пользоваться горшочком, кушать сам, пытается одеваться и так далее, и так далее. То есть есть такие состояния, когда уже на первом году родители могут насторожить поведение ребёнка. То есть он не реагирует, например, на тот момент, когда подошла мама. У него нет комплекса оживления, он не улыбается, он не фиксирует взгляд на мамином лице, его не интересуют игрушки и так далее, и так далее. Вот это всё должно насторожить. В чём сложность вообще для специалиста, ну вот для вас, например, определить, что да, ребёнку нужна в том или ином возрасте уже конкретно помощь? Сложность, она появляется из-за особенностей детского возраста. Наши пациенты, как правило, не могут рассказать вообще о своих проблемах каких-то. Если мы говорим о детях трёх лет, зачастую они вообще могут не разговаривать. Если мы говорим о другой возрастной категории, о подростках, то только с 14 лет считается, что подросток может вообще понимать свои чувства, а уж тем более объяснить их и рассказать о своих переживаниях. Поэтому, когда на приём к врачу приходит родитель, ребёнок или подросток, задача врача, наблюдая за взаимодействием ребёнка, подростка с мамой, как он отвечает на вопросы, как он взаимодействует, если это ребёнок, с игрушками, какие у него эмоциональные реакции в этот момент, сделать уже какие-то выводы о проблемах, которые существуют. Какие чаще всего встречаются, ну, если уже говорить о психических расстройствах, вот какие психические расстройства у детей и у подростков? Если мы будем говорить о младшем детском возрасте, то в последнее время очень часто встречается задержка речевого развития, когда дети в 2, 3, 4, 5 лет не разговаривают. То есть это всё-таки патология, а не особенности современного мира. Расстройство аутистического спектра, достаточно распространённое состояние на данный момент. Детские страхи. Ну, слушайте, мне кажется, в детстве каждый чего-то добоялся всё равно. Как различить, где эта грань, где патология, а где всё-таки норма? Самое… Если это уже дезадаптирует ребёнка и мешает в обычной жизни, это стойкое, выраженное. Ну, страхи. Страхи могут появляться разные. Страх темноты, страх оставаться одному дома. В 5-6 лет появляется страх смерти, когда ребёнок встречается с этим в жизни и понимает, что жизнь конечна. Это, в принципе, нормально понимать, но, тем не менее, помочь ребёнку совладать вот с этими состояниями – это задача психиатра и психолога. Если мы будем говорить, например, о подростковом возрасте, то сейчас всё чаще встречаются эмоциональные нарушения, тревожные нарушения. Например, с депрессивными какими-то ситуациями, реакциями. Мы встречаемся в 14-15 лет. Раньше это было характерно для уже взрослых людей, например, в 18-19-20 лет. Но тут не специально подростковый какой-то период, который сложный, в принципе, в жизни молодого человека, девушек? Абсолютно нет. То есть на фоне подросткового периода, возможно, даже и сложного, могут присоединиться и вот такие особые эмоциональные реакции. В чём причина возникновения психических расстройств у детей и подростков? Не причина даже, а причины, если их несколько, я так спрашиваю. Здесь, наверное, правильнее было бы разделить… Есть психические реакции, да, ситуационные. Например, ребёнок встретился с какой-то сложной ситуацией на фоне трудности адаптации в детском коллективе. Это детский сад или школа. Это один вариант нарушений. Если же мы говорим о более серьёзных заболеваниях, нарушениях интеллекта, нарушениях, так скажем, эндогенных заболеваниях, которые связаны с появлением бреда, галлюцинации, какого-то неадекватного, нелепого поведения, то здесь всё-таки мы говорим о каких-то наследственных приспосылках, когда изменяется работа нервной системы, центральной нервной системе, и это ведёт вот именно к таким нарушениям. Какова вот задача специалистов в работе с детьми, с подростками, у которых уже выявили какие-либо патологии, да, вот… Какие задачи вы-то перед собой ставите? Ему нужно этого ребёнка или подростка в обществе социализировать, чтобы он приспособился, или нечто большее сделать? Как это происходит? Задачей очень много. Первая задача, самая важная, когда к нам приходят наши маленькие пациенты, установить с ними контакт, да, сделать доверительную обстановку, когда ребёнок может расслабиться и начать с ним работать. Вторая часть работы с семьёй – это всегда установление партнёрских отношений с родителями, чтобы родители понимали, что лечение, если это требуется как можно более раннее начатое лечение, оно приведёт к успеху. Если родители, ребёнок и врач составляют такую партнёрскую триаду, то мы ориентированы уже на максимальный успех. Это 50% успеха того, что может у нас получиться. Конечно, для нас важно на фоне терапии достигнуть стабильного состояния ребёнка и тем самым привести к адаптации в садике, в школе, в жизни вообще, чтобы наши пациенты стали самостоятельные, они получили образование, они могли работать. Конечно, здесь будет определяющим фактором всё-таки глубина психического расстройства. Мы должны понимать, что есть такие заболевания, где полностью излечить мы не можем, но хотя бы улучшить качество жизни, убрать нарушение сна, убрать колебания настроения, убрать агрессивное поведение. Вот в этом наша задача. А какие методы лечения используются? Это медикаменты какие-то или что? Сейчас во всём мире в тренде биопсихо-социальный подход, когда лечение не только медикаментозное используется для коррекции психических расстройств, но всегда в команде специалиста входит психолог, который будет оценивать психологические особенности ребёнка или подростка, особенности детско-родительских отношений и помогать преодолевать эти сложности. Всегда в команде специалист по социальной работе, который оценивает социальную адаптацию, оценивает возможности каких-то подключения досуговых мероприятий. Логопед, становление речи и коррекция вторичных коммуникативных нарушений. Воспитатель, который по максимуму постарается привить бытовые навыки, навыки самообслуживания, игровые навыки, если это ребёнок маленького возраста. Сейчас у нас в службе в команде художник-арт-терапевт, когда с помощью творческого самовыражения тоже преодолеваем сложности. Какие это сложности могут быть? Элементарно преодолеть самоизоляцию, когда человек находится дома, он никуда не выходит, и придя на занятия к специалисту, преодолев страх, например, оценивания, я не умею рисовать, говорят наши пациенты, но это и не нужно. Когда мы рисуем, мы получаем удовольствие от самого процесса, получаем удовольствие от результата, и тем самым улучшается общее самочувствие. Существует ли профилактика развития психических заболеваний вот именно в этом возрасте, детском, подростковом, например? Профилактикой психических расстройств опосредованно мы занимаемся, наша команда специалистов, когда мы выходим в детские коллективы, мы выходим на родительские собрания, мы выходим в педагогические коллективы, рассказывая какие-то тематические лекции, так скажем, о особенностях взросления, об особенностях подросткового периода, о навыках совладания с стрессовыми ситуациями, о профилактике суицидального поведения, профилактике употребления психоактивных веществ. Но точно так же профилактикой мы, по сути, занимаемся каждый раз, когда встречаемся с нашими пациентами, объясняя родителям, как вести себя в той или иной ситуации. Эмоциональная поддержка, последовательное отношение к ребёнку, правильное оценивание его ресурсных возможностей, кого-то не перегрузить, а кого-то, наоборот, может быть, добавить нагрузку. Учить своим примером, что когда-то я тоже сталкивался с какими-то жизненными трудностями, я их преодолевал, и ты тоже это сможешь. Делиться своим опытом, разговаривать о каких-то сложных жизненных ситуациях, но, конечно, не перегружая той информацией, которой мы взрослые владеем, а спускаясь на уровень ребёнка, разговаривая на его языке, приводя какие-то примеры с учётом его возможностей, особенностей, понимания вот этой ситуации. Это всё является тоже профилактикой психических расстройств. Хорошо. Я вас благодарю за эту беседу. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо телезрителям за то, что были с нами сегодня. Будьте здоровы, берегите себя и своих детей. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин